Друзья, здравствуйте. Хочу, наверное, сегодня поговорить о целогинах. Меня многие спрашивают, какие-то простые, какие-то сложные, вообще, как они в уходе. Сказать, что огромное количество целогин у меня нет. Вот это вот все, что у меня есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, это, наверное, основные, которые есть, которые всех интересуют, самые красивые сорта. Давайте, наверное, поговорим о самой простой. Вот это у меня есть целогина. Она у меня была самая первая моя. Это целогина. Вот она, силибенсис. Она имеет револьверный тип цветения. То есть, вот из ростика выходит цветонос. И он постоянно наращивает его и цветет. Тоже отцветающий цветок. Это только бутончик. А вот, который активно имеет. Она немножко пахнет. Вот, целая куча здесь цветов. Целая куча цветоносов. Она постоянно растет, цветет, просто не переставая, круглогодично. Вот это самая простая целогина. Дальше из серии несложных. У ситана. Многие, как бы, гоняются за ней. Хотят купить. Согласна. Она того стоит. Вот ее цветы. На фотографиях губа сильно черная. Ну, хотя расцветает. Она более темная. Вот это, наверное, более свежее цветение. Вот она, да. Вот темно-темно-коричневая. Потом она рыжеет. И становится уже вот этот цветающий цветок. Совсем рыжая губа. Вот это вот количество. Это количество цветов, которые она цвела. Этому цветоносу уже полтора года. И он не перестает цвести. И дальше наращивает, и наращивает. Она у меня в подвесном состоянии. Ну, постоянно вот эти цветоносы висят и цветут. Растение наращивает, ну, бульбу в год. Не больше. Растет очень медленно, наверное, скорее всего. Поэтому и можно ее купить достаточно редко во взрослом размере. Вот бы. Ну, вот ее взрослые бульбы. Лист. Любит влагоемкий субстрат, как и все целогины. Можно увидеть, что он у меня в чипсах растет. Мох. В общем, самый-самый влагоемкий субстрат. И содержание постоянно влажное. Здесь еще собирается цвести целогина. Она у меня уже цвела. Ой, спецеоза альба. Красивый у нее цветок такой. Тоже револьверный тип цветения. Но обычно она несет себе от одного. Вот здесь цвел цветов. Два, три, четыре, пять цветков она больше не будет. Потому что это спецеоза. Много цветков она нести в цветоносе не может. Здесь у меня есть тоже целогина, который цветет не револьверный тип цветения, а имеет сразу. Просто выдает цветонос и много цветков. Вот выходит рост, а из него выходит цветонос. Это целогина. Как-то что-то я не прочитала. Тиммоняна. Надеюсь, вы почитали. Она вот цвестит. Тоже достаточно простая целогина. Рост. И из него выходит цветонос. Здесь уже пошли более сложные целогины. Это целогина аспирата. В данном случае это борнео. Имеет тоже не револьверный тип цветения. Выходит цветонос. Похоже, как у рядышком целогины. Рост. А из него выходит цветонос. Но у нее очень крупные, яркие цветы. Вообще, это очень огромное растение аспирата. Растение не для окна. Смотрите. Вот это взрослая бульба. Тоже купить ее достаточно сложно. Очень плохо доходит. Целогины вот такие крупные, без корней. Тяжело акклиматизируются. В общем, я очень рада, что она у меня есть в коллекции. Есть еще одна мусорная целогина. Я ее называю, потому что растет целогина невероятно быстрыми темпами. Можно... Сложно даже заснять камеры. Вот она разрослась буквально за год. За полтора. И она постоянно цветет и растет. Цветет и растет. Ну вот куда ж больше горшок. Поэтому ее называем мусорная. Цветет она, выдает, она не выдает рост. Она выдает отдельно цветонос. Выходит свисающий цветонос. На нем где-то 10-15 цветочков. Тоже достаточно ароматные. Тоже из серии самых простых целогин. Да, кстати, это целогина Массанджиана. Вот она, монстр. Этот монстр, целогина. Господи. Название вылетело за голову. Цитрина вот. Гребенчатая. Ну вот растет она хорошо. Но у меня она не цветет. Ей у меня слишком жарко. Не могу ей обеспечить тот холод, который нужно. Можно увидеть, что это просто вот... Ну, не знаю. Хотя, обманывая, она у меня два раза цвела. Но на такой куст было два цветоноса. Ни о чем, конечно. Красиво, да. Цветок очень красивый. Ну вот только холодного содержания. У кого есть холодный балкон, где вот 5 градусов тепла поддерживается. Да, можно ее заводить. Но у кого постоянно тепло, в квартире ее нереально зацвести. Хотя расти она будет очень хорошо. Дальше из серии тоже непростых целогин. Это целогин Адаарти. Имеет розовый цветок. Такие лососевого скорее цвета, чем розового. Вот примерно вот это уже взрослое растение. Вот я ждала, что с этого роста она процветет. Тоже выдает рост и с него цветет. Но не процвела. Значит, еще рановато. Ей тоже влажный субстрат. В данном случае здесь мох с мелкой корой. Есть еще такая вот целогинка. Вот оказывается, это ее взрослый размер. Вот я держу палец. Вот это бульба. И вот она всегда такая вот страшненькая. Одним словом, усушенная. Но, как видите, растет рост. Вырастет, думаю, нальет. И причем вот это растение, оно уже цвело. Я получила его с остатками цветоносов. Целогина шалериана. Это самая мелкая целогина. Если мы сравним ее, да, с той же там Масанджаной. Конечно, небо и земля. Вот такая малышка. Это у меня еще целогина Адагарди. Она вообще во маленьких размерах очень-очень плохо растет. Прям очень. Она любит очень сушить росты. Ну, надеюсь, вот это растение уже вроде как дало корни, ростик. Что, в принципе, может жить дальше. Хотя вот это растение, ну, покупалось как взрослое. Хотя, если мы сравним, да, вот эту бульбу и вот эту рядышком. Ну, естественно, в большинстве случаев как бы нас обманывают. Но ничего мы с этим сделать не можем. Есть возможность купить, покупаем. Да, еще вот нацеллаген, оцеллагена Рухуссана. Она имеет определенные бульбы. Мне она похожа на огурцы бульбы. Она в виде Масанджана, они похожи между собой. Тоже имеет вот цветонос. Цветоносные почки у нее идут отдельно, как у Масанджана, относительно других. Выдают рост из него цветонос. У меня оно было, оно цвело большие, сколько, 15 цветоносов было. Такой каскад, очень красиво, когда имеет много бульб. По тому, что у меня не получалось ее растить. Просто у нее засыхали. Но сейчас, смотрю, вот она акклиматизировалась. И растет, растет, наращивает бульба. Я ее повесила в дальний угол, на нее не смотрю, обиделась. И она как-то стала расти хорошо. Замечательно. Вот этого черная на бульбах, это не думайте, это не грибок, ничего. Вот особенность бульб. Загар черный. На начальных этапах я бы ее не советовала заводить, зацвести ее. Она цветет, но с перепадом температур только. Либо вот осенью, либо весной. У меня в прошлый раз она цветла, по-моему, осенью. Только с перепадами цветет. Целлогина Селебенса цветет беспроблемно. Адаарди дорогая, купить сложно во взрослом размере. В этом только проблема. Хотя у кого уже взрослая, цветет достаточно хорошо. С Шелерианой вообще с ней сложно справиться, потому что она мелкая, бульба усушенная. Специоза, если в хорошем состоянии, растет замечательно. Мне досталась в хорошем состоянии, вот эта альбовая. Цитрина можно заводить, у кого есть условия, пожалуйста. Массанджана советую для начинающих. У Ситана, если попадется, конечно, берите, растет она хорошо. Очень выносливое растение, тоже из серии Майк 1.1. А Хавлитяна тоже можно очень красивое растение иметь. Кругловатые бульбы. Достаточно внешне красивые, листья такие классные. А Спирата Борнео тоже не для начинающих. Это у кого уже есть опыт, можно уже поиграться. Ну, вот такой вот краткий обзор по целлогинам. Надеюсь, было вам интересно. Пока-пока. Продолжение следует...